Сегодня наша гость отправляется в Алла-Арчу. По требованиям постковидного туризма нам необходимо обрабатывать ручки антисептиком, а также панели автомобилей. Не забывайте потом это все хорошенько проверить. Также для наших гостей мы составляем одноразовые маски, а также для наших гостей. Здравствуйте! Дорогие друзья, устойчивый туризм это дело несложное. К примеру, вместо номиновой таблички мы можем использовать бумагу, которая соответствует всем стандартам качества, и пришлась инструкция это лейтинг. К примеру, это может быть наша футбурочка. Проблема пластиковых бутылок это одна из самых главных проблем для туроператоров. Какие есть варианты? Во-первых, вы можете попросить туриста взять свою бутылку, и тем более, если он выходит из гостиницы, всегда у них будет вода, и вам уже не нужно об этом думать. Поэтому многоразовая бутылка, которую турист может взять свою, это самый удобный вариант. Если у туриста нету своей бутылки, вы можете ему подарить такую на время тура, чтобы он мог заполнять воду заново из большой баклажки, которую вы будете держать в багажнике, например. А если вы встречаете, например, клиента, который приезжает в аэропорт, и хотите его красиво встретить, тогда подойдет такая стеклянная бутылочка, которая не только лучше для окружающей среды, и также выглядит более качественно и полезно для здоровья. Очень много людей курят, и мы бы хотели им помочь сохранить нашу природу от лишних окурков. Но такие бепельницы можно приобретать туркомпаниям и отдавать на время от кура. Водителю, и он будет предлагать клиентам использовать их. По кончанию программы, они остаются опять в туркомпании, и можно использовать очень много в горах. Давайте сохраним нашу природу натуру. Очень часто туроператоры, которые организуют природные экскурсии, экскурсии на джипах, забывают познакомить туристов с местной культурой. И вот очень классный пример, что вы можете сделать, пока туристы едут и смотрят пейзажи. Например, познакомить их с местной музыкой. И здесь мы, ребята, показали, что можно выбрать либо культурную, старую, традиционную киргизскую музыку, или, например, современную киргизскую музыку. Это очень круто. И тоже классный пример познакомить туристов с местным киргизским языком и распечатать несколько слов на киргизском языке. Такие таблички, чтобы они дольше держались, лучше прикрепить прямо на машину или вообще сделать QR-коды. И тогда можете дать туристам еще больше информации. Смотрите, как тут красиво! В таком месте не хочется пить одноразового пластика. Поэтому у нас биглянные, красивые покалки, которые и для русского удовольствия, и для кучаевских среды хорошо. Такие фотки точно на инстаграм тоже подойдут. Как нужно уменьшить одноразовый пластик во время туров? Во-первых, очень крутая вещь. Использовать многоразовую посуду, которая очень круто смотрится и тоже приятно держится в ладане, не так горячо. Но второй момент это про чай. Обычно хотим, конечно, дать одноразовые пакетики всем туристам. И два варианта. Вы можете покупать вот такие. Здесь одна упаковка, еще вторичная упаковка. И получается очень много мусора. А можно покупать чайные пакетики, которые просто вот такие. Берешь упаковки, и они уже вторичные упаковки. И тогда мусора получается еще меньше. И на разных языках. Продолжение следует... Почти не надо, если не надо. Иначе они не могут ступать. Ах, 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 ах. Что от головы, где она начинает... Чайную, подряжку, а спиртку, а спиртку. Ах. Здесь процесс, отворачивая, готовая. И так далее. И так далее. Му-у-у. Двигается. Двигается. Каждый хочет получить лучшие фидбэки от ваших туристов и как это можно сделать. Часто вы печатаете конвертики, а можно это сделать в электронном виде, а что намного проще, турист отвечает, вы быстро получаете ответ, а бумаги не нужно использовать. Субтитры создавал DimaTorzok